всех приветствую на своем канале сегодня у нас история веры фойкиной вера фойкина пропала 27 октября 2012 года вместе с сестрой близнецом любой она отдыхала в ночном клубе под утро они приехали по приглашению домой к давнему другу и однокласснику руслану саяхову в квартиру на улице антонова 4 в городе уфа спустя какое-то время люба уехала домой а вера осталась помогать руслану собирать вещи для поездки у того была куплена путевка на гоа куда он улетал на следующий день однако к вечеру вера домой не приехала телефон ее оказался недоступен люба позвонила руслану он сказал что девушка уехала от него в обед и улетел отдыхать сестра забила тревогу подала заявление в полицию о пропаже к поискам подключились друзья волонтеры по всему городу были расклеены ориентировки через пару дней я понял что шансов нет как бы не тяжело это было принять вспоминает александр фойкин отец веры экстрасенсы там что-то говорили будто жива будто держит где-то там в алексеевке но я знал что надо уже искать неживого человека но никому из близких конечно этого не говорил 9 ноября через две недели после начала поисков в лесу чешминского района под уфой были найдены сожженные останки лежавшие в кустах а на следующий день пошел снег и больше не сходил представляете то есть опоздай всего на один день и все осталось бы под снегом и возможно уже никогда бы не было найдено главным подозреваемым стал руслан саяхов парень должен был вернуться через 10 дней из отпуска но в россии он так и не прилетел было возбуждено уголовное дело допрошены свидетели в том числе друг который как он сам заявил на телешоу помогал сжигать тело в программе пусть говорят он рассказал вскрывая лицо что приехал по звонку взволнованного руслана и увидел у него в квартире бездыханное тело девушка якобы не рассчитала дозу наркотиков у нее начался приступ руслан пытался ножом сделать ей трахеотомию но не смог помочь такую версию он услышал от друга по его словам он пытался уговорить руслана вызвать скорую и полицию но тот отказался мол найденные в квартире наркотики могут плохо отразиться на его спортивной карьере было решено сжечь труп мы сложили тело в дорожную сумку загрузили и везли куда глаза глядят сжигал сам руслан поделился деталями в эфире друг это все конечно ложь доказано смерть наступила не от каких-либо наркотических веществ или эпилепсии как он там утверждал говорит александр мои дочери спортсменки никогда не употребляли ничего подобного и эпилепсии не страдали причина смерти веры удар ножом в шею а почему он это сделал никто не знает по данным следкома тело было сильно обожено но благодаря проведенным сложным экспертным исследованием удалось опровергнуть версию обвиняемого и установить истинную причину смерти на вопрос из-за чего возник конфликт ответить мог только сам руслан саяхов скрывшийся в индии через несколько месяцев он был объявлен в международный розыск но я сразу понял кроме нас самих никто его там искать не будет говорит александр я впервые выехал в индию через пару месяцев в январе 2013 года с переводчиком мы нашли отель где он жил с друзьями во время отдыха узнали у метродотели как они оттуда выезжали двое друзей уехали на автобусе а он один ушел пешком получили информацию что мог отбыть на гималай мы стали просто заходить подряд во все отели показывать фотографии но проблема в чем для индийцев все мы на одно лицо оставили фотографии на полицейских участках но на них тоже надежды мало там как в наших семидесятых полиция завалена горами бумаги потому что компьютеров в участках нет и значит нет электронной базы не получив никаких результатов александр поехал домой но оставил в стране свои глаза и уши я нашел людей живущих там из числа наших соотечественников и попросил за вознаграждение искать саяхова человека с шрамом на правом виске это был наш главный ориентир говорит александр первый след нашелся в том же году в марте александру позвонили и сказали что человек похожий на разыскиваемого находится на гуа и назвали конкретное место он сразу сообщил в мвд но пока ждали ответа от интерпола в тот момент саяхова еще не было в базе руслан успел скрыться он узнал что засветился предполагает александр поиски продолжились искали нанятые помощники выезжал сам александр родственники сестра близнец любовь организовала туристическое агентство это было их сестрой мечта в сезон она выезжала в индию на 3-4 месяца и искала само проведение судьба по-другому это не назовешь в миллиардной стране мы просто наткнулись на него люба наткнулась это был февраль 2016 года гоа в первый раз за три года руслан выбрался в город из своего укрытия и сразу же попался на глаза люба услышала его на улице и от неожиданности резко повернулась на голос неправильно конечно сделала он ее тоже заметил хоть и были сумерки он предпочел снова скрыться в гималаях но мы установили людей с которыми он приехал на гоа с ними был налажен контакт и вся цепочка раскручена с тех пор мы его уже не упускали из виду узнали в какой деревне и каком храме он поселился периодически туда под видом туристов наведывались наши люди и проверяли не сменил ли место пребывания интересно что нам не раз писали и совсем незнакомые люди что видели руслана там то есть рано или поздно даже если бы не состоялась неожиданная встреча на улице мы бы все равно его нашли говорит александр почему нельзя было сразу сдать руслана полиции во первых он поселился в глухой деревне все подходы к которой просматривались если он видел что туда направляется кто-то неизвестный прятался мог и убежать и тогда бы точно мы его больше не нашли во вторых сложность была даже не в задержании а опознание его как руслана саяхова в индийской полиции нет ни его отпечатков не днк в третьих даже если бы его арестовали до выяснения личности из участка своего возлюбленного могла выкупить женщина в индии процветает коррупция на попечении которой он устроился она знала в каком преступлении он подозревается но безоговорочно верила ему что он сделал это случайно я сказал если у него есть хоть малейший шанс убежать значит мы не будем ничего делать будем дожидаться стопроцентного случая тем временем за годы жизни в индии руслан стал популярным гуру йоги к нему в храм приезжали учиться из других регионов страны он водил российских туристов в горы и даже завел аккаунты в социальных сетях в общем парень не слыша тревожных сигналов о поисках постепенно расслабился и потерял бдительность чего мы и добивались говорит александр однако руслан хоть и перестал осторожничать но в столицу страны нью-дели где находится российское посольство никогда не рисковал выезжать а именно там было бы легче всего задержать так как в посольстве его могли сразу опознать но в какой-то момент он настолько стал уверен что его уже не ищут что даже на такую поездку решился помощники получили информацию что руслан собрался в город вместе со своей новой девушкой которой надо было попасть в российское посольство но задержанию могла помешать женщина на попечении которой он жил и которой его всегда защищала однако она не знала одного факта о своем возлюбленном что у него есть кроме нее другая помощники решили пойти ва-банк за несколько дней до поездки в социальной сети был создан фейковый аккаунт руслана саяхова куда залиты фотографии на которых он фигурирует с новой молоденькой пассией ссылку отправили взрослой соперница этого оказалось достаточно чтобы она перестала его покрывать 14 сентября 2017 года недалеко от российского посольства где руслан ожидал свою спутницу он был задержан полицией затем доставлен в посольство где его опознали и арестовали в начале ноября был экстрадирован в россию в процессе расследования проводилась психиатрическая экспертиза так как состояние задержанного вызывало сомнения но он был признан вменяемым вину свою парень не признал показания давать отказался адвокат пытался переквалифицировать статью на убийство по неосторожности но у него не получилось александр пытался добиться более серьезной статьи убийство группой лиц да я уверен что саяхов это сделал не один говорит он я знаю точно что тот друг который помогал сжигать тело был в момент убийства в квартире однако следствию не удалось собрать достаточно доказательств и этот человек остался на воле воспитывает детей 6 лет не сгладили раны жена до сих пор плачет говорит александр в городе дюртюли где дочки родились мы открыли сеть ресторанов в память о вере я никогда не хотел связываться с общепитом потому что это очень сложный бизнес но мы в это впряглись потому что дочь мечтала об этом она вообще о многом мечтала и строила смелые планы ее одноклассники называли огонь а любу вода очень разные но всю жизнь вместе были всегда теперь люба осталась без своей половины 21 ноября 2018 года верховный суд башкирии после рассмотрения апелляции оставил в силе решения вынесенное 31 августа 2018 года 12 лет за решеткой сейчас уже точно можно сказать что если бы не настойчивость терпения и железный характер отца в течение пяти лет тщательно выслеживавшего убийцу дочери в чужой стране куда тот сбежал дело могло остаться навсегда в числе нераскрытых поддержите ролик лайком а канал подпиской и будьте осторожны и